Сегодня середина сентября. Вот приобрел себе еще один куст инжира. Он рос в пятилитровом ведерке. Как видите на нем зацепились неплохие плоды. Вот один, второй, третий, четвертый, пятый и вот уже совсем созревший, шестой. Да, мягкий, будем снимать. Но этот инжир, что я с ним буду делать с этим кустом? Сейчас он будет у меня подрастать. Буду его доращивать, так сказать, до поздней осени вот здесь, в этом вот горшке, в этом ведре. Затем обрежу вот так. Здесь, здесь обрежу и отправлю на зимнее хранение в подвал. Вот так же в горшке, предварительно увлажнив землю, отправлю на перезимовку. То есть, не буду высаживать его осенью для того, чтобы не заниматься укрытием и прочим. Перезимует он в подвале, осенью подготовлю для него посадочную яму, заправлю ее удобрениями и весной высажу куст, как я и говорил, предварительно обрезанный. Вот так и так. И буду уже выращивать из вот этих вот нижних почек, буду выращивать новые побеги. То есть, формирую его в виде куста, чтобы было проще и удобнее укрывать на зиму. Высаживать в грунт осенью не буду и не рекомендую, чтобы гарантированно сохранить куст, чтобы не повымерзали почки. Этому кустику уже два года и он дал небольшой урожай. Высота куста примерно около метра, но, как я и говорил, осенью будет обрезан очень низко, около штамба. Посажен будет в яму, штамб будет заглублен ниже уровня почвы, чтобы новые побеги росли уже, начинали свой рост ниже уровня почвы. Это позволит более удобно укрывать куст на зиму. Так как здесь у нас в Мелитополе инжир обязательно требует укрытия на зиму. А вот, кстати, на молодом кусте, высаженном в этом году, это брунсвик, дозревает первый плод. Вот он. Завтра, думаю, его уже снимем. Тут еще вот недозревшие. Вот, смотрим дальше. Тут еще недозревшие. И вот, эти уже могут скоро созреть, если сохранится теплая погода. Ну, здесь, конечно, эти уже не вызрют. Но, радует то, что и на молоденьком кустике завязались и созрели плоды. Ну, а сейчас мы снимем этот так называемый урожай с саженца, который я привез сегодня в горшке. Ну, вот он. Мы его снимаем. Ух ты! Может, еще надо было? Нет, не надо. И разламываем. А! Какая красота! Я представляю, какой у него вкус! Приятного аппетита! Пробуем! Сладкий! Продолжение следует... Продолжение следует...